Здравствуйте! В эфире программа Место происшествия. Сегодня мы расскажем о главных событиях за минувшие сутки в студии Елена Кивенко. Смотрите сегодня в нашем выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Калининграде наркополицейские задержали участников международной преступной группы. Двое из них граждане Латвийской Республики. Остальные шестеро – жители Московской, Владимирской и Калининградской областей. У наркоторговцев изъяли почти 5 килограммов героина высочайшей концентрации. Все подробности спецоперации в первом материале выпуска. Подстава. Подстава, натуральная подстава. Ужас просто. И кошмар, и ужас. Этот дом уже хорошо знаком наркополицейским. Обыски здесь проходят регулярно. Предыдущий хозяин особняка, один из крупнейших поставщиков наркотиков, умер несколько лет назад. Но криминальный бизнес остался главным заработком в семье. А чтобы она разбилась где-нибудь, ее мозги расколотились бы. Что такое она говорила? Как это так? Как мы с ней не связаны? И она говорит на людей, которые невинны. По информации наркополиции, именно эти невинные люди всю свою сознательную жизнь занимались торговлей наркотиками. Чтобы не попасться, торговцы действовали чужими руками и постоянно нанимали дорогих адвокатов. Не проработав за жизнь ни одного дня, цыганская семья все равно позволяла себе жить на широкую ногу. Однако картины, фарфоровые статуэтки и дорогая мебель – счастье этому дому так и не принесли. Трое сыновей наркобарона плотно сидят на игле. Один уже умер, второй, не расставаясь со шприцем, колется на глазах у матери. А третий занимается семейным бизнесом. Пусть это как он докажет. Мы все друг друга знаем. Мы цыгане. И что теперь? Так а что я здесь ни с кем ничего не общался? Это кто-то трассу хочет себе открыть, зеленую, понимаешь? Зеленую трассу. Что вы делаете? А что ты боишься, сынок? Так я боюсь, не боюсь. Не надо бояться. По оперативным данным, это семейство было заказчиком крупнейшей за последние несколько лет в истории Калининграда партии наркотиков. Сейчас эту информацию проверяют. Товар с бытчиком должна была доставить вот эта женщина. В рюкзаке у 35-летней жительницы Владимирской области, матери четверых детей, наркополицейские обнаружили 5 килограммов героина. Что у тебя находится при тебе? У меня находятся запрещенные вещества. Какие запрещенные вещества? Что значит запрещенные вещества? Запрещенный вещества ваша порошок. Какой порошок? Героин. Героин? А покажи, где он находится? У меня в рюкзаке. Ну, с ними, с ними. А вот эта 38-летняя женщина, по версии следствия, благодаря преступным связям в цыганской диаспоре, приобрела у выходцев из Средней Азии героин. Почти 5 килограммов запрещенного вещества женщина вывезла из Москвы, а после через границу с Латвией попыталась провести в Калининград. Наркотики она расфасовала в пять свертков. И чтобы служебная собака не обнаружила их, обмазала упаковку технической смазкой. Чтобы самой не попасть в поле зрения наркополицейских, она наняла водителя, который согласился перегнать машину с запрещенным грузом. Для того, чтобы провести наркотики в Россию, курьерша купила новый автомобиль, оборудовала его тайниками и спрятала в них наркотики. Специально сделанные полости сиденья автомобиля для скрытого перемещения товара через границу, чтобы не обнаружить предосмотре. На протяжении всего пути контрабандистка ехала рядом в машине с другими участниками преступной группы, также проживающими в Москве. И контролировала все действия водителя. Благополучно пройдя границы, она вытащила из тайников героин и передала его своей сообщнице. Впоследствии, чтобы увеличить объем партии и получить двойную прибыль, они специально сняли квартиру, где планировали развести его различными примесями. И только после этого передать товар заказчикам. Остальные участники преступной группы были задержаны в тот же день. На допросах наркоторговцы всячески пытались свалить вину друг на друга. Понятие не было, что мне там есть в машине. Я ее нашел по объявлению, искал работу. Она ушла меня, взяла как водителя. Я не знала, что там. Во-первых, Эдгар, он ездил. Он таможню как-то прошел. Он сказал, слушай, потому что заодно там, короче говоря, там сделаешь там то-то. Он просил один человек, вот. Я без этих задних мыслей сделала. А что сделали там? Ну, там эти колбаски какие-то, что там, не знаю, что это там. Ну, вы к наркотикам имеете какое-то цель? Нет. Нет, нет. Еще раз нет. Я здесь должна буду просто встретиться с его товарищем, с его другом. И передать кое-какие ценные вещи, за которые мне заплатить деньги. Я согласилась, приехала сюда, чтобы перевезти вот эти ценные вещи. Ну, с целью заработать денег. Так как я воспитываю 1-4 детей, у меня безвыходное положение. В результате проведенной спецоперации более 300 тысяч условных доз наркотика не попали на черный рынок. Гражданка Латвии и жительница Владимирской области арестованы. За сбыт героина в особо крупном размере и контрабанду наркотиков им грозит пожизненное лишение свободы. Судьба остальных задержанных будет решаться в ближайшее время. Наркополицейским предстоит выяснить имена заказчиков смертельного товара. И не исключено, что количество фигурантов в этом деле сильно возрастет. Екатерина Степанова специально для места происшествия. Авария у поселка Васильково. Участниками ДТП днем 27 марта стали сразу же три автомобиля. В самый разгар рабочего дня улица Гагарина и прилегающие к месту происшествия дороги на несколько часов встали в глухой пробке. Водителям ничего не оставалось делать, как искать пути объезда. Казалось, у этой пробки нет ни конца, ни края. Вся улица Гагарина до самого поселка стояла в ожидании несколько часов. Пока другие участники движения негодовали, виновники ДТП томились в ожидании ДПС. Водители фотографировали вмятины, а их женам, кроме как сидеть в авто, ничего больше не оставалось. Сейчас в 15 где-то примерно произошло. Двигались со стороны Буревска в Калининград. Проезжая перекресток, можно говорить с автозного. Ну да, он же с автозного. Пересечение с Калининградом. С левой стороны вылетела машина, ударила моего Гольфа в двое. Красная Шкода, вылетевшая на перекресток, пострадала не меньше Фольксвагена. Обстоятельства ДТП стали известны по приезду инспекторов дорожно-патрульной службы. Водитель Шкоды решил совершить разворот, так как получил сигнал от другого водителя, что путь свободен. Но не тут-то было. В этой аварии был еще один участник, мужчина на серой Хонде. В этот момент он проезжал по главной дороге в прямом направлении. Мы поехали каким-то образом. Прозевал вот этот город. Гольфа? Приехали отсюда? Да, наверное, отсюда. Невнимательность водителей, слава богу, не привела к плачевному исходу. Пострадавших нет. Лилит Мадун специально для места происшествия. В продолжении дорожной темы. За минувшие сутки на дорогах Калининграда и области пострадало 4 человека. Так, вечером 26 марта на улице Зимнухова водитель автомобиля «Фольксваген» по неосторожности сбил 63-летнюю велосипедистку. В результате дорожно-транспортного происшествия женщину госпитализировали. Еще один наезд зафиксирован на трассе Калининград-Балтийск. Водитель «Мерседеса» то ли не заметил пешехода, переходящего дорогу по зебре, то ли надеялся успеть проехать мимо. Но не вышло. Результат – 72-летний мужчина оказался на больничной койке. Но если в предыдущих случаях от небрежности водителя пострадали пешеходы, то здесь жертвой оказался сам водитель. На судостроительном переулке мужчина не справился с управлением своего авто и врезался в дерево. Избил и обокрал. В Ленинградском районном суде вынесен приговор 23-летнему калининградцу, до смерти избившему знакомого. По версии следствия, инцидент произошел в мае прошлого года в Зеленоградском районе. Мужчины распивали спиртные напитки, когда между ними завязался конфликт. Словесная ссора стремительно переросла в драку. Будучи физически сильнее своего 45-летнего оппонента, молодой человек легко держал над ним верх. Поняв, что соперник больше не может сопротивляться, злоумышленник затащил потерпевшего в машину. На ней избитого мужчину привезли домой в Калининград. Но не для того, чтобы оказать помощь. Подсудимый решил с приятелем еще и обокрасть квартиру пострадавшего. Просто не знаю, в тот момент я спокоил. Не знаю даже, зачем он ушел в квартиру, зачем он стал похищать вещи чужие. В итоге мужчина признан виновным по двум статьям. За кражу и причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего. А в отношении соучастника преступления еще ведется следствие. Ленинградским районным судом дело было рассмотрено в особом порядке. Учтены все детали и обстоятельства происшествия, а также смягчающие наказания обстоятельства. В итоге ближайшие 5,5 лет осужденный должен провести в колонии строгого режима. Приговор законную силу не вступил. И на этом все. Если вы стали очевидцем происшествия или сами попали в беду, звоните к нам в редакцию по телефону 555-085 или пишите на наш электронный адрес. А мы напоминаем, что все выпуски программы «Место происшествия» вы можете посмотреть на нашем сайте. В студии была Елена Кивенко. Берегите себя и своих близких. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова